Итак, всем привет, с вами Допгай, и мы начинаем играть в любопытный мод. Он добавляет сценарий, в котором ось оказалась компетентной крайне. И, как вы можете видеть, в 42-й год полблау вышел очень успешным. Кроме того, Италия в Египте тоже была намного успешнее. С Францией немножко все по-другому. Давай сейчас все вам расскажу подробнее и по шагам. Потерпели, да, поражение, все как обычно. На севере Фринляндия успешно смогла захватить Мурманск. Здесь Ленинград полностью окружен, и в него никаких поставок нет. И да, мы сдали Сталинград. Немецкий новый порядок. Кроме того, Япония в этой вселенной атаковала Советский Союз, поэтому Владивосток также сдан. Войска не были перетянуты с Дальнего Востока. Соответственно, здесь фронт тоже из-за этого еще больше был потерян. Из всего этого кажется очень реалистичным, то, что Япония напала и сюда, и сюда. Потому что по лору этого мода они еще сделали очень успешно. Так, он на Перл Харбор разрушив, я так понимаю, там большую часть флота, чем это было в реальности. В реальности это были абсолютно две соперничающие группировки. Север и как бы юг, да. Одновременно и туда, и туда. Нападение, ну, я думаю, было бы невозможно. Особенно учитывая то, что в Китае у них все было не так хорошо. Хорошо из-за внезапно помощи Италии. Это еще одно из-за этого сценария, но так и быть. Тут, да, Италия компетентна. Ну, ладно. Но у них уже начинается какая-то деморализация армии. Это мне не так сильно интересно, как то, что мне нужно спасать сейчас положение. Южная группировка у нас под боку полностью окружена практически. Да, здесь еще есть какой-то коридор, но по факту снабжение уже прервано. Нужно сейчас будет становиться в какую-то тотальной оборону и придумывать, как мне сюда проводить снабжение. Здесь вот эта вот железная дорога полностью под немецким контролем. Я думаю, скорее всего, мне нужно будет сейчас сконцентрировать силы и пытаться отбивать Сталинград. Здесь я не вижу слишком больших сил противника, поэтому в теории это возможно. Плюс я, конечно же, использую авиацию. Кроме того, у нас сейчас начинается битва за Москву и в Германии есть сильный баф. А учитывая, что наша страна, она просто собрана из непонятно чего, то, конечно, мы не слишком сильны сейчас. Нам нужно все реорганизовать, сделать хорошие шаблоны, самолеты, танки. В общем-то, все переделать под хороший военный лад. Но прицовет очень много. Если вы еще вдруг не подписаны, тогда подписывайтесь. А мы же начинаем камбэкать данный сценарий. Поехали. Начнем с исследований. Очевидно, нам нужно исследовать в первую очередь промышленность. Здесь, кстати говоря, взяты не те бафы, которые я предусчитаю. Слева бафы поинтереснее. Здесь также какие-то фокусы взяты вообще не те, которые нужны были бы сейчас. Ну, я беру фокус, который даст нам больше всего за меньшее время. Это эскаверта маскировки. Укрепленность очень сильно, скорость создания очень сильно. И снижение урона против штурмовой авиации также очень сильно. Из дебафового дополнительного класса есть как красная армия унижена. Неприятный дебаф. Но жить с ним можно. Дороговая заблокирована. У нас нет доступа к шторону рынка. Нам никто не может отправлять. Это из-за того, что у нас нет ни владелостока, ни мурманска. Соответственно, здесь есть решение сделать в Архангельский порт. И я думаю, почему бы и нет. И да, здесь всего 4 ячейки исследований. 5-е не взято. Что тоже меня вызывает некоторое недовольствие. Но сейчас за ней идти мы не очень можем. Поэтому качаем буквально реально то, что нам нужно прямо вчера. Мы еще не доверяем генералам нашим, что можно будет убрать после возвращения Сталинграда. И на этом, по-моему, все из новых вещей. Здесь, кстати говоря, сразу задано неплохое сопротивление. 40% это приятные цифры. И мы сразу же нажимаем здесь смерть оккупантам. Потому что это очень сильный дебаф на вот этих оккупированных территориях. Это полностью запрещает стратегическую передислокацию. То есть дивизии перебрасывать в Германию не сможет. Ну и там параллельно еще очень неприятные бонусы к самому сопротивлению, к цели. Да и к росту, подчинению и сопротивлению. Очень все для нас приятно. Этот дебаф кажется... Ну, баф нам кажется сильным. Но это не так сильно. Поэтому, конечно, мы будем брать остальное. Конечно же, Борис до последней капли крови. Это действительно наши. Сейчас ситуация будет очень хорошо. А третьего дебафа у нас... Третьего, точнее, слота у нас и нету. Увы, нужно вот этот фокус взять, я так полагаю, в следующем. Потому что здесь есть очень важные вещи. Вот это я считаю все-таки критически важным. Поставить в Москву, конечно, приятно. Но 10 защиты это не как-то слишком сильно. А передислокация сейчас не даст немцам перебросить сюда никакие дополнительные силы. И, в общем-то, я думаю, их неплохо так подзадушит. Потому что бот будет перебрасывать туда-сюда очень многое. Теперь давайте заглянем в самое страшное. Что у нас с дивизией? У нас куча кавалерии. У нас есть танковая дивизия, которая выглядит, ну, очень-очень плохо. У нас куча ополчения, которая, кстати, ну, в принципе, не самая плохая. Здесь есть лопата, самое главное, есть пехота. Это более чем достаточно. Даже, вот, род, обеспечение тоже неплохо. У нас есть новый батальон снайперы. В укреплениях и городах он дает сам защиту. Кстати говоря, укрепление защиты плюс 15, по-моему, не работает. Я могу ошибаться, но, да, это только прорыв дает в атаку. Если я правильно это помню. А вот город защита, да, должно работать. Так что, наверное, это немножко, кстати, он не смотрел. Тем не менее, это дает кучу защиты против пехоты атаки и еще блюда защиты на всей пехоте. Я бы сказал, это просто гигасильный батальон. Учитывая особенно его стоимость, всего 30 молотков. Посмотрите, сколько стоит саперная рота. Мне кажется, это немножко слишком сильно. Вот, да, у нас подосованы еще легкие танки. Все наши пехоты. От этого тоже надо будет избавиться, чтобы как-то чуть нормализовать наши дивизии. Опыта на это все пока нет, увы. То, смотрите, что у нас есть. Мы армия народа. Я не помню, чтобы такое было в ваниле. Но, может, я просто ошибаюсь. Хотя, да, я думаю, такого нет в ваниле. Это приятно. Приятно, пожалуй. Здесь баф нормальный стоит. Я его не буду менять. Наши саперсицы подойдет. Командующий пехотой не слишком сильно. Но пока все равно левелапов не будет. Так что здесь мы все оставляем как есть. Кроме, конечно, вот сюда централизированный контроль слишком сильно, чтобы его не брать. Смотрим. Снайперы есть только в гвардейской. Поэтому, чтобы как-то сэкономить нам опыт, наверное, именно из нее мы будем делать нормальную пехоту. Нужно нам что-то такое. 29 опыта. Поменял я на ПВО. Здесь легкие танки в разведке. И легкие танки отсюда убрал. Но, в принципе, я думаю, будет нормально. Теперь под это все нужно поменять наши шаблоны. Но не все мы сможем изменить. Окруженным дивизиям даем генерала с команда. Это должно им немножко упросить жизнь. Что еще ему просить жизнь? Так это наша авиация, которую нам надо строить. Я, пожалуй, закажу себе сразу немножечко транспортиков. Распределил я концерны. Теперь можем сразу же нажать еще кнопочки на поддержку войны. Это очень важные кнопки. Это даст нам атаку и защиту. Говоря, вот она хронология. Ведь Мусалин прекратил прилетать в Испанию. Там что-то, короче... Короче, Италия стала неплохой. Италия заключила с Китаем договор о торговле. Они там что-то... Таташи отправили, отправили туда снаряжение. Случит абсолютно бредово. Потом в Чехословакию атаковала Польшу. Словакию каким-то непонятным образом. Типа Германия разрешила. Так она забайтила ее. Так и напала на нее. Но Британия все равно заступилась. Франция заступилась. Но пошли антивоенные настроения. Среди населения еще больше. И затем антивританские во Франции. Допустим. Все звучит очень странно. Самое бредовое здесь, конечно же, это нападение Японии. Параллельно с нападением на Перл-Харбор. Как и победа в Египте и Италии. Но мы просто верим. Верим. Самое главное, Мальта здесь не сдалась. Что тоже звучит достаточно реалистично. Потому что сложно взять этот остров технически. Было бы, грубо говоря, как и Гибралтар. Гибралтар тоже очень сложно было бы взять. Но, не знаю, при такой полной доминации в Средиземном море, как будто, может, могли бы и взять. Да, вот и оно. Вот и оно, вот мы и начинаем. Меня в бою, это неинтересно. Вот, верховное командование у нас происходит. Впадение репутации Жукова было. Японцы атаковали, захватили в Дзевосток. И Рокоссовский защищал Москву и смог ее успешно защитить. И он стал маршалом Советского Союза. Патутин и Чуйкова, возглавляющая оборонность от города. Кончили жизнь самоубийством после потери города. Так что страшно. Допустим. Ну, у нас, в общем-то, на этом все. Это просто небольшой лор. Так, полагаю. Да, у нас Рокоссовский все еще фельдмаршал. Дальше. Кузнецову отдаем юг. Причем, конечно же, делаем вот так. Отсюда еще немножко потом заберем. Но, в целом, этот парень будет у нас с командой защищать юг. И мы ему потом еще дадим перк на пехоту, если останется на это командно очки. Чтобы он продержался как можно дольше. И, в теории, дал бы на время вернуть Сталинград. Московскую группировку мы считаем самой важной в данном случае. И нам нужно выбрать, какого генерала мы хотим сделать пехотным самым важным. Видите, здесь есть мастер городского боя. Пожалуй, его я и выберу. И ему именно дам пехотного мастера. Потому что у нас не было до этого момента пехотного мастера. Что крайне грустно. Крайне грустно, но мы это сделали теперь. И, конечно, берем себя конево. Потому что, ну, это тоже очень-очень сильный баф. Я полагаю, потому что в Германии будет присутствовать в воздухе. Это не вопрос. Также качаем армейский отдел. По идее, у нас должно быть присутствовать в разведанных через какое-то время. По заводам еще сложно скачать, чего нам не хватает. Но, я думаю, пехотку так и оставим побольше. Наделать просто, чтобы наделать мясо для защиты фронта. Теллерия, наверное, нам в таких количествах, пожалуй, не нужна. Я бы сократил ее, может, даже вот так. Нам очень точно нужна авиация. Резину покупать у нас только, увы, негде. Почему-то... А, соединенные что-то в Бразилии. Ладно. Так как у нас нет особо командных очков каких-то генералов повышать до фельдмаршалов, то используем существующих. И, наверное, пока просто Рокоссовского поставим просто на всех. А, Валерию предпочтительно, конечно, пораспускать. Так я, пожалуй, и сделаю. Ту, которая точно возвращает нам ресурсы. К примеру, вот мы видим, что здесь... Где можно поменять, значит, все можно распустить. Конечно, альтернативы у нас есть. В принципе, сделать вот так. И давайте посмотрим. По идее, у них может хватить опыта, чтобы не потерять... Не стать зелеными. Тогда это тоже нормально. И забавный факт, мы можем поставить высшее командование чела на опыт армии и время подготовки. И да, я это возьму. Танки, конечно, было бы тоже неплохо сейчас сюда засунуть. Но у меня нету танковых офицеров. Я мог бы в теории Кракоссовского, но у него и так есть трейд. То есть единственное, кто у нас в теории сможет командовать танками, позже... Это Жуков, у которого... А нет, он тоже уже советник. Да, у нас нужно будет кого-то раскачать на танке, у кого все еще нету перка. То есть таких практически нету. То есть вот какого-то Дмитрия Люшенко, видимо, мы и будем раскачивать. Ну, либо Якова, потому что он еще может качать кавалерию. Так или иначе, кое-как я все расставил. Думаю, мы можем плюс-минус начинать. Добавно, что Аркантовский дает механизированную атаку и оборону. У нас еще даже не исследованы механ. Ну, ладно. Какой-то произошел перерасчет ресурсов, и все стало не так плохо. Но я уже вижу на фоне, у нас произошел перерасчет вражеских войск. И да, они идут в наступление. Насчет контратаки пока можно, как говорится, не волноваться. Нужно пока волноваться лишь о том, как вывезти отсюда свои войска. Представить здесь какую-то оборону алмальскую, вывезти вот отсюда. По максимуму войск также надо. И смотреть, что будет делать противника, я уже вижу, где можно что-то пробовать, будет окружать. Ну, а еще пробуем потихоньку вот здесь вот достроить такую вот ЖД. В принципе, она строится будет достаточно быстро, есть шанс успеть ее построить. Наверное, то, что здесь все красное, в целом все не так плохо. Противника тоже не все хорошо, и самое главное, там не только командующих. Это, кстати, очень большое преимущество для нас. Сейчас строим битвы за Москву, вот он. Плав, тот самый немецкий. Неприятный для нас. На востоке я буду стараться просто придерживаться тех же границ, что у нас сейчас имеются. Как бы без каких-либо еще, не знаю, резких рывков. Все как есть, так и оставляем. Здесь Астрахань желательно бы удержать, поэтому начинаем туда какие-то дивизии перебрасывать. Также танковые дивизии лишний раз пустим. И, я думаю, хорошая была бы идея, во-первых, переделать наши танки, но на это опыта вряд ли будет. А вот переделать танковую дивизию точно отличная идея, потому что здесь даже нет ни инженеров, просто ну ничего. Она действительно очень грустная. Хотя бы нечто вот такое, из того, что у нас есть по опыту, конечно же. И да, на фоне этого нам придется часть танковой дивизии, я думаю, точно распустить. Выбышев новая столица. Москва выдержит второй выстрел, либо переносим нет. Ну, выдержим второй выстрел. Более того, я думаю, этот выстрел будет совсем не скоро. И, как я и говорил, они сейчас начнут перебрасывать дивизии. А нечем. А нету, нету, уже да. Нету, уже да. Увы. Говорю, вообще можно было бы и отсюда не слишком активно выводить дивизии. Но все-таки в целях безопасности, конечно, лучше вывести. И по авиации. Смотрим, что у нас. Все, кстати, достаточно неплохо. Германия неэффективно использует свою авиацию. Значит, мы можем начать пробовать как-то выбивать немецкие самолеты. Да, и вот здесь тоже начинают уже наступать. Но ничего страшного я не вижу. Достаточно такие себе здесь пока атаки. Страшно только то, что все наши самолеты просто древнющие. У них даже радиуса хватает покрывать регион нормально. Вот это, конечно, грустно. Ну и да, если только вот вдруг появится идея, может здесь можно построить порты. Нет, ребята, здесь порты построить нельзя, и я проверял. Единственный вариант строить вот так вот как ТЖД. Ну и слушайте, где-то можем спокойно перейти в наступление. Вот, допустим, здесь видите, они неудачно наступают. И мы вообще даже сможем деблокировать, если они подставятся. Или здесь финны взяли и отдали нам одну провинцию с третьим фартом. Почему бы ее не взять? А здесь мы вообще можем даже под дебафами все еще перейти в наступление и захватить провинцию. Я тоже это сделаю. Может, мы сможем вернуть в Мурманск. Было бы идеально. И вот здесь, видите, тоже они увели войска. Значит, мы можем немножечко себе упростить жизнь. Перебросить их, допустим, сюда. Потому что, да, мне нужно как-то удержать немножко юг. Ой, зимнее наступление в Африке, смотрите-ка. Ставян СУ-6 слишком далеко, и теперь британцы там должны дать им жару. Учитывая то, что британец ТИ-шка, то я сомневаюсь в этом, но шансы есть. А мы везде, где видим какие-то послабления в немецкой армии, определенно, определенно этим пользуемся и давим. Кто сказал, что мы не можем провести зимнее контрнаступление? Можем. Кроме того, нужно понимать, что вот так выглядят немецкие запасы. Конечно, у нас еще не достаточно разведано, что видеть точнее, но мы видим, что все по нулям, а значит, все будет кончаться очень быстро, особенно учитывая, что много где им не хватает перепасов. Время на нашей стороне. А еще я могу сделать тотальную мобилизацию? Да, я это сделал, потому что это ускорит в два раза постройку примерно ЖД. Это мы обязательно хотим. И да, видите, мы очень близки, на самом деле, к тому, чтобы к Ленинграду продолжить ЖД. Очень близки к тому, чтобы здесь окружить их. А вот я беру еще один моментик, где мы можем их подрезать. Что мы делаем? Правильно, значит, подрезаем. И вот подрезанию первое успешное советское контрнаступление. Задаваться еще рано. О, речь о Сталинном в Москве, смотрите-ка. У нас вот такие же миссии есть. И ура! В монгорской руду, в францской руду, в фашистской руду. Все правильно. Командный ресурс — это приятная поддержка войны. Очень приятно. Две дивизии, людские ресурсы и поддержка войны. Самое главное здесь — поддержка войны. Ого! Это еще прекраснее. Советское военное наступление пошло. Вернусь в Калинин. Это вот этот городок. Я думаю, это для нас реально. Мы из Ленинграда начинаем контратаку для того, чтобы соединиться с нашими основными силами. Итак, здесь тоже мы смогли деблокировать немножко нашу... Точнее, вывести наши войска. Самое главное, что нам нужно было здесь сделать. Продолжаем их выводить потихоньку дальше. Здесь чуть-чуть нас заблокировали, но я не вижу опасностей реальных. И да. Ребята, вот это, я думаю, руинит боту настолько, что вы просто не представляете. А здесь же наша контратака закончилась ошеломительным успехом почти что. Скорее всего, эти войска будут закружены. А здесь мы также поджимаем подлого немца и окружаем то, что есть. Здесь также выбрасываем их за речку, чтобы они понимали, что они не там, где им нужно находиться. И здесь оборона после этого станет, я думаю, намного проще. Здесь все прекрасно. Мы смогли окружение совершить. Теперь нужно его лишь добить. Кстати, вот эти дивизии очень хороши. Они ветераны, вот такие вот аж. Это нам явно пригодится, я думаю, здесь. Так что отправляем их как раз под Калинино, где они покажут глаз. И вот происходит то, о чем я говорил. Ишка пытается вывести дивизию, но... Видите, из-за этого происходят, наоборот, проблемы с фронтом. Потому что те дивизии, которые должны были прийти сюда, они не могут прийти сюда. И в итоге Германия только сделала себе хуже. Они перерастянули опять фронт. Хотя казалось, что у нас здесь все так себе. Мы даже без снабжения проводим контратаку. Начинаем. И на командночке с Севера купили 7 мастера снабжения, чтобы стало чуть-чуть получше нашим войскам. Один, что остается проблемным, это немецкие танки. Бутов в наших дивизиях не было. И добавлять его не стал, потому что его еще надо произвести будет. А пока что у нас большая проблема с ПБО. Да и, в общем-то, со всем. Так что навалимся на ПБО попозже, когда освободим побольше территорий. Но, я бы сказал, мы не сильно боимся бота, потому что это все еще бот. Серьезное заседание генерального штаба Красной Армии. Секретный бункер штаба нашего. То есть, возможность перейти на доктрину Жукова, либо оставить Рокоссовского. Я оставлю Рокоссовского. Я думаю, да. О! Трейд и можно ему раскачивать. Смотрите. Я так понимаю, иначе можно было бы раскачивать трейд Жукова, что ли? Ой-ой-ой-ой. Что же там будет, ребята? Смотрите. А здесь мы уже успешно контр-атакуем. Уже какие-то окружения совершаем. В общем, как надо. Работаем. Здесь сейчас, я думаю, тоже сможем неплохо так окружить. Итак, под Москвой окружение от этого успешно завершилось. И теперь нам необходимо обязательно вернуть себе Калинин. Потому что это следующий пункт снабжения, который позволит нам дальше дойти до Ржова. И уже с ним можно здесь говорить о нормальном контр-наступлении. Здесь мы вышли к Мурманску. Но, да, все еще ощущается, что здесь не очень хватает дивизий. Потому что этим мы не пробьем, очевидно. Если с другой стороны мы сделаем вот так, то мы, во-первых, пробьем здесь снабжение. А, во-вторых, мы сможем одну дивизию отсюда вывезти. Здесь будет уже две дивизии. То есть чуть-чуть сузить фронт. То же самое с этой провинцией. Наверное, нам бы как-то вот так сейчас нужно было бы атаковать. Сейчас я думаю, мы сможем его вернуть. Плюс нам нужно, наверное, транспорт начинать деплоить и начинать отправлять сюда снабжение хоть какое-то. Что я могу сказать? Я вижу здесь возможность контр-наступать. И я буду контр-наступать. Управляем туда дополнительные силы. Будем развивать здесь также контр-наступление. Возможно, в каком-то идеальном мире мы сможем замкнуть здесь даже наши войска и добить немцев. Но пока что мы добиваем немцев вот здесь, в окружении Афник. Смотрите, под астрах у него мы мало того, что удержали ее, так еще и сейчас действительно перейдем в контр-наступление. Прекрасно. И как раз совсем скоро здесь уже будет готово снабжение. Новая железнодорога будет построена вовремя. И мы вернули Калинин, поэтому нам написали, что неудача, но вообще технически это удача. Да, нам засчитали. Миссии иногда странно пишутся. За это мы получили неплохие бафы. Самое главное, серия поддержки воины ССО. И самое еще более главное, у нас здесь есть пункт снабжения, который поможет отбить Ржав. Так, как закончим строить ЖД, обязательно будем строить синтетику, потому что с резиной в этом мире очень плохо. Потому что вся резина была захвачена, увы. И вот наши войска с севера уже зажимают Сталинград. Здесь войска еще одни вайпнуты. Здесь скоро мы их уже добьем. На севере мы смогли пересечь речку, а это значит только одно. Сталинград скоро также, точнее Ленинград будет деблокирован. Хотя это, конечно, еще займет некоторое время. Освобождение Сталинграда. Интересный. Красная армия унижена, улетает от нас. Ему сразу же доказываем компетентность генералов. Шикарно. Здесь же это также восстановилось. Мы можем теперь матриновать здесь все пункты снабжения. Ну и совсем скоро, я думаю, я уже перейду на так называемый автоплан. Крайней мере по расстановке девизит так точно. И вот я уже сделал свою модельку танков. Теперь ее строим, чтобы танки наши были хорошими. Так что скоро наши танковые войска также станут очень красивыми. Еще финны поняли, что на самом деле их больше, они могут атаковать. И да, они начали атаковать. На фоне этого мы сделаем достаточно простой мув. Мы туда перебросим штурмовики. Хорошая релизация советских женщин-снайперов. Шикарно. Шикарно. Приятно. Всегда поддержка войны приятна. Хотя у нас сотка и вряд ли упадет. И вот финны дошли до того момента, где наши штурмовики работают. А значит вряд ли нас пропушат. Хотя эти легкие танки в дивизиях только мешают. Потому что они не работают из-за нехватки горючего. И давайте-ка. Сделали мы первый наш фокус. Должно стать по идее чуть попроще со временем. И берем себе комсомола на следующую ячейку. Которая даст нам еще какую-нибудь кнопку нажать. А кнопки у нас очень приятные. Как я говоря, наступает прям зима-зима. Начинается уже холодать. И из-за этого, да, любые наступательные действия становятся практически невозможными в камере для нашего противника. А мы же медленно верно возвращаем провинцию за провинцией. Террируем войска, где нам это нужно. Вот смотрите-ка, освобождение Каира. Победа, свобода, Италия. Была унижена. Кто бы сомневался. Что я могу сказать, на всем фронте у нас очень активные боевые действия. Кое-где мы локально начинаем окружать. Здесь на юге мы просто будем, я думаю, сидеть в обороне. Вернем немножко здесь территории. Потом будем думать, что как там действовать. А здесь также. Если у нас какие-то более маневренные действия, то мы их атакуем, то они нас. Но в среднем мы делаем окружение. Дивизии врага лишаем, истощаем. И в общем-то потихоньку-потихоньку оборачиваем войну в нашу сторону. Ну а я думаю, на этом позакончим первую серию. С вами был Дом Гейм. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, 3G-screw boost. Все как обычно. До скорых встреч. Всем пока.